В редакцию новостей ОТС обратилась жительница Новосибирска, мать двоих детей. Она рассказала, ее бывший муж через суд отнял старшего сына и сейчас намеревается забрать второго ребенка. Наши корреспонденты пытались разобраться в этой истории. На эту детскую площадку в одном из дворов Новосибирска сегодня Анна приходит поплакать. Причина не может дозвониться до старшего сына Михаила. Она рассказала, с мужем развелись в 2014 году. Детей разделили, но договорились, что без препятствий могут видеться с ними. 24 марта 2017 года Дзержинский районный суд определил место жительства Миши в квартире отца. После этого телефон мальчика замолчал навсегда. Да, ребенок плакал, он мне звонил. Вообще при папе всегда боялся мне звонить. Когда начался судебный процесс, когда папа об этом узнал, он его просто перестал водить в школу. Он сказал, что ходить в школу не надо, потому что тебя много там будут спрашивать. Михаил Меленький действительно не посещал школу с 4 по 14 октября 2016 года. Тому подтверждение официальная справка от директора образовательного учреждения Анникиной Нины Владимировны с формулировкой. Ребенок не хочет ходить в школу, так как не желает участвовать в разборках родителей. А школа не гарантирует, что отдаст его кому-либо, кроме папы. Почему после такого случая администрация не подключила к работе психолога, а главную социальную службу с корреспондентом УТС в образовательном учреждении, на эту тему разговаривать не стали. Ваша фамилия и отчество, пожалуйста, представьтесь. Данил Дмитриевич. Вы являетесь? Заместитель администрации. По какой части? Хозяйственной. Хозяйственной части. А фамилия ваша? Анекин. Анекин. А нас интересует... Однако на этом история не закончилась. Бывший муж Анны опять же через суд сегодня попытался забрать уже младшего сына, четырехгодовалого льва. Областная коллегия отклонила апелляцию Владимира Миленького и оставила жить ребенка с матерью. Сам мужчина отказался комментировать корреспондентам УТС, каким образом он собирался самостоятельно воспитывать двух несовершеннолетних мальчиков и есть ли у него на это время. Из федерального собрания из Москвы на Миленького пришла характеристика. Он занимает должность помощника сенатора от Новосибирской области. В документе написано, высокопрофессиональный, инициативный, ответственный, честный сотрудник. Скромен, имеет пятерых детей. Добавим, от трех разных женщин. Одна из них родная сестра Анны. Она забеременела от мужчины, когда тот еще был в браке. Ребенок каждый день кушает, каждый день ему надо одеваться, каждый день... То есть он не дарит мне подарки, он не вспоминает, он даже не поздравляет ее с днем рождения. Что касается Анны, со старшим сыном она до сих пор не может поговорить. Единственный шанс сделать это в школе пресекла директор. Написал распоряжение. До полного урегулирования конфликта просим вас забирать детей только на автобусной остановке. В случае нарушения данных договоренности, оставляем за собой право обратиться в правоохранительные органы. Насколько правомощна позиция руководства школы, новости ОТС сделали запрос в Министерство образования. Александр Куршев, Алексей Зубила, новости ОТС.